Матвиенко призвала дать отпор попыткам возрождения фашизма Константин Забражен, Виталий Петров. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обещает серьезный отпор стран, участницы СНГ попыткам некоторых государств возродить идеологию фашизма и нацизма. В пятницу глава Межпарламентской Ассамблеи Содружества и Верхней Палаты Парламента РФ провела торжественное пленарное заседание по СНГ, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с приветствия жителей блокадного Ленинграда, которые находились в первых рядах зала. Спикеры парламентов аплодировали им стоя. Поздравив пожилых гостей с наступающим праздником, Матвиенко с сожалением отметила, что в некоторых странах историческая память не только предается забвению, но и активно вытравливается. Марши легионеров СС, разрушение памятников. Осквернение воинских могил – это знаки возрождения фашистского зла. Идеология нацизма – это абсолютное зло, оно проникает в сознание, порабощает разум, разрушает память, заявила глава Софеду. Читайте также, Путин осудил грубое вмешательство во внутреннее дело государств заметно, по ее словам, и стремление темных сил разорвать дружественные и добрососедские связи между странами СНГ. Тем не менее Матвиенко уверена, что эти попытки обречены на провал. Подготовка к празднованию победы, напротив, сплотила страны содружество. Наглядным тому подтверждением является совместный план мероприятий по празднованию, выполнение которого парламент СНГ пристально куирует. Кроме того, усилиями Ассамблии разработан ряд модельных законов по сохранению исторической памяти. Сегодня мы вместе со всеми демократическими силами планеты заявляем тем, кто сеет в обществе семена фашистских чертополохов, но пасаран. Эти слова великой дочери испанского народа Долори Сибаруи вновь приобретают актуальность в нашем сложном мире, убеждена Матвиенко. Ранее по теме МИД РФ назвал циничным желание Киева уравнять коммунизм и нацизм. Многие спикеры в своих выступлениях говорили о том, что именно сохранение памяти о великой победе является приоритетной задачей для их государств. Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович напомнил, что в последние годы отдельные историки стремятся пересмотреть результат войны, принизить вклад народов СНГ в разгром фашизма. «Беларусь как наиболее пострадавший в этой войне государство категорически осуждает попытки переписать нашу общую историю», подчеркнул он. «Взглянуть на ситуацию по-другому заставляет и украинский конфликт. Именно поэтому обязанностью парламентов СНГ, по мнению Мясниковича, является сохранение мира, стабильности и спокойствия». С ним согласился и председатель Сената Парламента Казахстана Касым Жамар Такаев. Парламентарий подчеркнул, что именно СССР внес решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции и заявил о недопустимости искажения истории Великой Отечественной войны. «Каковы бы ни были политические намерения, но стремление принести им в жертву историческую объективность чревато далеко идущими отрицательными последствиями для международной ситуации и миропорядка в целом», сказал казахстанский политик. Во время торжественного заседания спикеры парламентов СНГ по очереди наградили ветеранов Содружества юбилейной медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». К этому празднику в Санкт-Петербурге также открылась фотовыставка «Мы победили», потому что единый и состоялся торжественный концерт с участием военных оркестров.